Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и материал моих коллег. Коротко о главном. Благополучие во многих сферах. В Дагестане реализуют нацпроекты на 28 миллиардов. Подробнее в выпуске. Техника поможет. МЧС проводит акцию в помощь многодетным семьям. Чуть позже в нашем сюжете. Водитель-наставник всегда рядом. Госдума одобрила вождение несовершеннолетних с пометкой «Но». В Докуспаринском районе инспектор Дорожно-патрульной службы ГИБДД Республики, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на женщину с двумя ее малолетними детьми. По версии следствия, 10 ноября на федеральной автодороге «Кавказ» около села Авадан до Куспаринского района инспектор ДПС, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на женщину с двумя ее малолетними детьми. В результате дорожно-транспортного происшествия трехлетний мальчик скончался на месте. 30-летняя женщина и ее четырехлетняя дочка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Уточнили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Экс-начальник УФСИН по Дагестану Муслим Дахаев задержан. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 12 января. Экс-начальник УФСИН по Дагестану Муслима Дахаева сообщает о их Дагестан, ссылаясь на пресс-службу суда. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 злоупотребления должностными полномочиями УК РФ. По данным следствия, с 2014 по 2017 год Муслим Дахаев незаконно организовал вывод из колонии поселения шести осужденных на строительные и ремонтные работы у себя дома и своей мамы, а также освободил от исполнения своих служебных обязанностей двух сотрудников СИЗО номер один Махачкалы, чтобы проконтролировать работу этих осужденных. В Дагестане задержаны подозреваемые в краже около 1 тонны замороженной скумбрии. Как сообщает пресс-служба МВД республики, кража произошла в селе Татляр Дербенского района. Злоумышленникам удалось подобрать нужные ключи, попасть в рыбный цех и вывезти оттуда около тонны замороженной скумбрии. По горячим следам были задержаны семеро местных жителей. Выяснилось, что один из подозреваемых работал на складе. До этого он часто воровал с подельниками мелкие партии продукции, которые имел свободный доступ. Но крупную кражу его друзья уже решили осуществить самостоятельно. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В Дагестане реализуют нацпроекты на 28 миллиардов. Об этом говорили на совещании в правительстве Дагестана республики. Инвестиции охватят 12 разных сфер, включая демографию, образование, цифровые технологии и другие. По словам в РИО руководителя региона, от этих проектов зависит благополучие населения. Отметим, всего на их реализацию на текущий год выделено свыше 28 миллиардов рублей. Из них 24,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. 4,1 миллиард рублей из регионального. Сегодня министр спорта республики Магомед Магомедов посетил духовно-просветительский центр имени пророка Исы, мир ему. Напомним, общая площадь центра, расположенного между Махачкалой и Каспийском, составляет 35 гектаров. Главная отличительная черта его состоит в том, что строительство, начатое 5 лет назад, идет народным методом и на собранные народом средства. Также его сопровождал заместитель Гайдарбек Гайдарбеков. Сотрудники центра провели для делегации ознакомительную экскурсию по строящейся мечети и рассказали о том, как идет возведение объекта. Глава спортивного ведомства, в свою очередь, отметил активный темп и качество проводимых работ. Я очень впечатлен. Он очень впечатлен. Это не только для Дагестана, а не только для России и, мне кажется, для всей планеты. Один из крупнейших объектов, скажем, Светини. Вот. Мне очень приятно. Поскольку я сегодня возглавляю спортивную отрасль, тут все предусмотрено. И спортивные объекты, во-первых, это. Во-вторых, это парк, который до самого моря. И надеемся, что на берегу моря тоже мы создадим такую же спортивную площадку. Представьте себе, утренний намаз. Тут и после намаза человек идет на зарядку. Министерство труда Дагестана совместно с МЧС бесплатно установили многодетным семьям пожарную сигнализацию. Основная задача этой акции – существенно сократить количество пожаров и гибель людей. По мнению специалистов МЧС, именно у этой категории граждан чаще всего возникают пожароопасные ситуации. Тему продолжит Алина Багилова. Проходит рейд по домам малоимущим, где есть дети-инвалиды, где есть пенсионные возрасты, люди, которые не могут себя сами обслуживать. Мы проверяем места их проживания, смотрим, чем можем мы им помочь. Первые датчики дыма установили в доме Амината Изиевой. Женщина одна воспитывает девять внуков. Семья находится в тяжелом материальном положении. Социальные работники решают не только коммунальные проблемы, но и стараются помогать продуктами, теплой одеждой, обувью для детей и даже оказывают психологическую помощь. На данный момент в городе Каспийске 62 семей у нас на обслуживание. Мы предоставляем услуги, материальную помощь, предоставляем одежду, продуктовые наборы. Юлия Шахшаева – многодетная мать. Считают, что пожарная сигнализация должна быть в каждой семье, особенно где есть дети. Безработная мама воспитывает пятерых. Мальчики часто любят готовить самостоятельно. Невнимательность и халатность детей может привести к трагическим последствиям. В ее квартире сотрудники МЧС также установили пожарный звуковой извещатель рядом с газовой плитой. Выше зону установили датчик, дымовой извещатель. При попадании дыма он начинает громко издавать звуковые сигналы. Вы можете его спокойно снять, если вы заметите, что на месте он начал снять, вы можете спокойно его снять, отключить и обратно поставить. Там легко его демонтировать. Мы поставили на такой участок, где наиболее часто возникают пожары. Это газовая плита, электрическая вытяжка, электрические провода. По словам пресс-службы Министерства труда и социального развития, подобные мероприятия в городах и районах республики станут постоянными. Алина Баилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ «Каспийск». В Госдуме одобрили и поддержали предложение МВД разрешить управлять автотранспортом с 17 лет. Согласно новому законопроекту от МВД Российской Федерации, несовершеннолетние смогут управлять машиной с сопровождением водителя-наставника. Говорится в законопроекте. С такой инициативой МВД согласился член Комитета Госдумы по транспорту и строительству космонавт Максим Сураев. При этом депутат отметил, что не нужно снижать возраст приема экзамена на вождение. Необходимо уточнить, как ведут себя на дороге несовершеннолетние водители. Если ты сдал на права и потом год не подходишь к автомобилю, через год тебе опять надо все пересдавать. Распределение внимания, реакция управления автомобилем – это все за год потеряется. Конечно, это нужно делать только в сопровождении наставника. Если это будет, то это положительно хорошо, пояснил депутат Госдумы. В настоящее время закон ВРФ разрешает сдавать экзамен на получение прав с 17 лет. Однако управлять автомобилем можно только после 18. И на этом у нас все. Оставайтесь на телеканале ННТ, смотрите наши новости, не переключайтесь. Всего вам хорошего достания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин